Он несет себе добро, он говорит из сердца. Я считаю, что нет предела совершенству. Я сходил на него, прям такой зарядился. Мы находимся в очень таком быстром темпе, мы быстро развиваемся. Если остановиться в этом процессе, то просто можно выскочить за рамки бизнеса. Новые тренды, новые видения, новые системы обучения, новые системы мотивации самого себя. Может произойти нечто такое, что изменит очень сильно вашу жизнь. Может ее взорвать. И это все рабочие фишки для нашего рынка. А Ицхаки Педосовича я узнал из интернета. Потом у него было в Кишиневе года два назад представление. Он где-то часа три выступал на сцене. И друзья пригласили, говорит, это крутой чувак, приехал в Молдавию, давай вместе посмотрим. Я сходил на него, прям такой зарядился, получил такой заряд энергии. Я ей списал где-то 12 страничек в тетрадке. И более того, это все применительно, это все для бизнеса, это реальные фишки, которые реально работают. Этот спикер, он несет в себе добро, он говорит из сердца. Это технологии, которые очень близки от меня, это технологии Тони Робинсона, которые он напрямую со сцены, сквозь призму своего восприятия передает людям. И человеку потом проще их применять в своем бизнесе, потому что он эти реалии взял и перевел на наш менталитет, то есть на наш рынок. Это все рабочие фишки для нашего рынка. Но я считаю, что нет предела совершенству. И каждый раз, когда мы обучаемся, даже если мы проходим один и тот же материал, обязательно в нем будет нечто такое, что мы еще не используем в своем бизнесе. И то, что даст нашему бизнесу рост. Более того, все, мы находимся в очень таком быстром темпе, мы быстро развиваемся. Не только мы, но и государство, и страны. И поэтому каждому человеку нужно понимать новые тренды, новые видения, новые системы обучения, новые системы мотивации самого себя. Если остановиться в этом процессе, то просто можно выскочить за рамки бизнеса. Есть такая привычка думать, что не надо инвестировать в сотрудников деньги, время, обучение, потому что он в конечном итоге может от тебя уйти. У меня есть золотое правило. Пусть лучше уйдет человек, который воспитан, мудр, целостен, чем я буду работать с неучами, с ребятами, которые не хотят развиваться, которые не хотят ничего от этой жизни. И я считаю, что единственное, во что нужно вкладывать и не бояться потерять, так это собственные сотрудники. Это единственное то, что может привести тебя к большому успеху, это твоя команда. Я вам скажу такую хрень. Искак крут, вы должны там быть. Если вы там не будете, то ничего страшного не произойдет. Но если вы там будете, может произойти нечто такое, что изменит очень сильно вашу жизнь. Может ее взорвать. Приходите на Искак Аппентосеевича. Это круто.